дорогие друзья всем привет а сегодня у нас обзор на внимание процессорную 1 диновую магнитолу стоимостью 5000 рублей это он кел x- qs 723 давайте открывать коробочку смотреть что же внутри положили первое что мы там видим это переходник от и сошек к android входу стандартный кладется в коробочку очень удобно в нем кстати есть выходы на мультируль далее пульт для управления магнитолой задних рядов с большим количеством кнопок здесь на самом деле можно много чего настроить и также плашки для снятия магнитола плюс инструкция далее идет сам маффин выглядит он следующим образом на передней панели все стандартные органы управления крутилка сделана хорошо она пошаговая очень удобная и не пролагивает кнопки все нажимается очень четко звук очень резкий яркий приятный под панелькой которая находится справа скрывается usb для подключения телефона и и либо флешки снизу находится 2 амперный и избе для зарядки вашего устройства если говорить про заднюю панель то здесь мы видим следующее вход для антенны вход еще один по 2 амперную зарядку оптический выход далее рца две штуки на сабвуфер две штуки на фронт две штуки на тыл вход для собственно фишки питания 10 амперный маленький предохранитель и вход под мультируль и микрофон ну что ж теперь пойдем своим настройкам для этого перейдем к стенду где уже будем рассказывать на включенной магнитоле про то что находится внутри во включенном состоянии магнитола выглядит следующим образом она может менять цвета спокойно пожалуйста их здесь семь штук на выбор по настройкам открываем аудио есть уровень сабвуфера пресета эквалайзер в этих режимах в этих пресетах присутствует такой пресет как юзер в котором вы можете настраивать абсолютно все частоты 30 80 100 и при настройке это выглядит следующим образом плюс или минус далее кроме пресетов есть кроссовер баса есть 3d звук так называемый сараунд собственно стройки баса мидлов качество далее сброс настроек на заводские и снова пошел уровень сабвуфера далее кроссовер на фронт на тыл и на сабвуфер настраивается он следующим образом открываем скажем тыл открываем частоту и настраиваем частоту со скольки будет резаться наш тыл далее выбираем слов это срез и выбираем будет он первого второго или третьего порядка 18 децибел на октаву 12 децибел на октаву и 6 децибел на октаву далее у нас идет настройка временных задержек она зависит от двух факторов первое это размер машины то есть большая средняя и маленькая а также сами временные задержки позиция передняя левая сидушка правая передняя сидушка или центр а также пользовательская настройка и собственно единицы измерений это могут миллисекунды сантиметры и дюймы посмотрим сантиметр для того чтобы было понятно ну и собственно далее дистанция на передние левая на правая передняя и на задние левая на задние правая и на сабвуфер одно настроем ради эксперимента далее остальные настройки воспроизводят следующим образом максимальное расстояние до магнитолы от пользователя по каждому из пяти каналов это передние сидушки две штуки задние сидушки две штуки сабвуфер 680 сантиметров практически 7 метров по сути это магнитолу можно ставить в тот же самый лимузин или автобус и настраивать все динамики так как нужно именно вам далее у нас идут настройки дисплея в них присутствует выбор цвета это автоматически когда магнитола с моего меняет красные зеленые синий желтый циановый фиолетовый и белый кроме этого присутствует выбор спектра так называемого это когда магнитола меняет свои цвета в другом алгоритме айди 3 тег версия своего магнитола а точнее по на ней и на этом все вот такие настройки и функции есть данный магнитоле очень сильно радует наличие подключения по оптике наличие спокойного подключения к мультирулю также очень сильно радует количество самих настроек внутри дсп их там на самом деле огромное количество это полноценный дсп который стоит магнитоле за напоминает 5000 рублей в садить по качеству звучания ее можно с прологи 310 модели примерно то же самое но цена здесь немного пониже качество сборки на самом деле ничем не уступает прологи комплектность также ну и получается что это прекрасная замена вашей штатной 1-ой магнитолы на ту который будет больше функций у которой будет более приятное звучание у которой будет возможность подключения к мультирулю то есть дополнительные опции и это но не может не радовать всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии выбирайте себе качественную акустику